Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум Ильжи Александр, и сегодня мы вместе с вами вновь попробуем захватить дом, используя для этого армию игрушек в игре под названием Attack on Toys. Я рад, что игра вам понравилась, вы снова накидали кучу лайков, комментариев, блин, вы знали, как это греет душу. Для меня это лучшая благодарность, большое вам спасибо. Ну а хватит вои... болтать, пора воевать. Да, именно это я и хотел сказать. Как вы знаете, битва начинается с грёбанной камеры, я ненавижу её, кто придумал эту камеру, почему она не поворачивается. Еле-еле, кое-как. Так, кто не знает, это наша база. Это наш боевой техник. Ну и чтобы отразить первую вражескую атаку, не помешает поставить несколько, но это не то. Поставить стены тоже не то. Нужны оборонительные сооружения, например, башни мортирного толка. Хорошие вещи, они сильно помогают. Также нам нужны ракетные башни. Правда, больше это похоже на какую-то гаубицу. С помощью них я и буду отбивать первое вражеское нападение. Поставлю башни с пулемётами, они тоже потребуются. И тут, и там они будут у меня находиться. Нам также нужен, наверное, хотя бы один боевой мех. Его только одного и можно поставить. Это наша первая линия обороны. Снайпер-бот, что за снайпер-бот, в чём его суть, стоит дорого. И боевой робот. Нет, всё это дело оставить я пока не буду. Нам нужны пластиковые коллекторы. Стоят они дорого, без них как бы война не задастся. Поставлю их сразу, ну не знаю, три. Жаль, нельзя поставить ещё. В любом случае оборона нужна. Ладно, вроде бы у меня... А, у меня три тысячи ещё. Чё это я? Блин, а чё бы поставить? А чё бы поставить? Ангар с роботами. Я не знаю, тут будут появляться роботы. Если так, то это здорово. Кстати, он бесплатно ставится. Я могу их поставить несколько. А-а-а! Ангар с роботами, два штуки. Шикардос! И остаётся ещё 1375. Ну, давайте поставим, я не знаю, была базука мэнов. А чё тот убрался? Стойте, а чё он убрался? Ладно, поставлю лучше несколько танков. Во, один танк. Хорошо, можно стартовать. Так, этот режим мне не нравится. Переходим к режиму боевого техника. У меня уже капают потихонечку деньги. У меня есть три пластиковых коллектора. Хотелось бы больше, но... Нужна защита, друзья. Нужна защита. И почему эти пушки смотрят совсем не в ту сторону? Враг идёт оттуда. Боевой робот, куда ты уходишь? Так, сбил мод. Ой, я могу тут ставить роботов? Давайте поставим, наверное, снайпер-бота. Или мех М30. Блин, это дорого. Хочу поставить снайпер-бота, да. Выходи, иди воевать. Ещё один снайпер-бот нам потребуется. Жалко, что они быстро убегают. Ну куда же вы? Ну куда же вы? А кто же будет защищать базу? Ладно, базу буду защищать я. Кому ещё это делать? О, было бы неплохо поставить несколько турелечек. Тоже полезная вещь. И поставить парочку башен. Это моя первая линия будет обороны. Ну а потом я начну копить, наверное, на пластиковый коллектор. Когда коллекторов у меня будет ещё плюс пять, тогда уже можно задумываться о вторжении. И я придумал кое-что интересное. Коллекторы свои я буду ставить здесь. Они находятся вне досягаемости для врагов. О, билд мод. Можно поставить ещё кого-нибудь сюда. Давайте вот этих штук запихаем. Ну а дальше копим на коллекторы. Враг пока даже и не думает на меня нападать, что меня, безусловно, очень радует. Там снизу происходит какое-то лютое сражение, судя по показателям ХП. Ну а мы живём в относительной безопасности. Да, генерал пластик. Мы в безопасности, текс. Что-то медленно пластик капает, если уж честно говорить и прямо. Ну ладно, на первый коллектор мне хватает. Поставили. Ждём снова появления денег. И наблюдаем за территорией. О, бежит чувак. Как будто у него какой-то ореол над головой. О, это чё такое было? Это чё такое было? Откуда они взялись? Я же их не строил. Нет, ну спасибо, конечно. Он тоже бегает и ставит войска. Мы, кстати, сейчас на первом месте по войскам. Это здорово. Откуда он взялся? Я не знаю. Ладно, ставим ещё один коллектор. Это приятно. Как будто кто-то играет со мной и помогает мне. Спасибо. Но это искусственный интеллект. Пластиковый искусственный интеллект. Без процессоров, без чипов. Просто чистый живой пластик. А что ещё надо для счастья? Я думаю, больше ничего и не надо. Так, а на шестёрку что у нас? А на шестёрку у нас непонятно чё. А чё это? На шестёрку это робот-ангар, да? Так а зачем я его ставил? Он здесь дешевле стоит. Опаньки. Вертолёт вражеский прилетел. А где мои ракетницы? О, стреляют. Начали валить. Причём валят по вертолёту из мортир. Как им удаётся, непонятно. Представьте, просто мортира. Как... Ээээ! Десант вражеский, охренеть! Прям в базу ворвался. И начал продамаживать мои коллекторы пластиковые. Ой-ой-ой, вторжение, я смотрю. А не хватает денег. Вторжение? Какого чёрта? Ладно, мой мега-мех должен с этим добром справиться. Плюс пушки, плюс все остальные вещи. Да, мы запросто развалили противника. Разметали его по полу. Оставили от него просто кусочки пластика. Это здорово. Хе-хе, механик. Всё нормально. Такс, ну где же деньги? Последнее осталось коллектор поставить. Всё, я счастлив. Вот теперь я счастлив. Идём воевать. Мне ничего не страшно. У меня есть базука. И М60ЛМГ. Шикарная пушка, потому что она стреляет. Ха-ха. Такс, ещё могу притягиваться. Чё-то я эту штуку не использую. Так, чё у них тут, я смотрю. Ситуация интересная, да? Ладно, мы купим деньги, как и планировалось. И потом начинаем полномасштабное вторжение. Блин, а чувака не могу продамажить. Его хилят постоянно. Пытается уничтожить... Ничего не вышло. Пытался уничтожить моего меха. Блин, вообще неплохо было бы под прикрытием меха напасть, да? У него полное ХП. Смотрите, у врага здесь прям сил нету. Я думаю, уходим в режим боевой. И ставим несколько танков. Пэмс, пэмс, пэмс. Чтобы наш успех закрепить. Это серьёзное вторжение, но у них есть двухствольные танки. Нам тоже такие нужны, как бы. Он стоит 6250. Хотя бы один такой поставить. А чём мои танки не воюют? Эй. А чём мои танки-то не воюют? Ну, стрелки стреляют, а танки просто стоят. И этот танк просто стоит. Какого чёрта, спрашивается? Хотелось бы видеть их в бою. Глядите, у врага тоже супер-мехи. Блин, танки серьёзно не стреляют. Я ставлю ещё один такой. Он хотя бы ведёт огонь. Так, я вот чё-то не понимаю. Может быть, оседлать танк нужно? Да, его нужно оседлать. Ха-ха, я должен сам в нём ездить. Ну, офигеть. Ну, ладно, буду ездить сам, пока деньги копятся. А чё у меня там на базе может происходить? Тут мы, походу, не пробьёмся, да, сейчас? Потому что танки не воюют. Я потратил деньги совсем не на те вещи. Так, здесь надо что-то поставить. Поставим мортиру. Ещё один танк. Один наш танк был уничтожен. А нет, не уничтожен. Мы всё-таки давим противника. Как бы то ни было. Очень много танков. Очень много мощных танков. А у врага их всего лишь один. Там ещё какой-то БТР едет спереди. Но кого это интересует? Да, видимо, когда я ставлю в механические танки, тогда они управляемые. Когда я ставлю... Вот такой ещё давайте поставим трак. Когда я ставлю рулевой танк, это значит, что я должен управлять им сам. Не круто. Совсем не круто. Но давайте поставим ещё чоппер один. Блин, у нас большое войско. Но всё равно коричневый, конечно, рвёт нас. И очень жёстко. Эти танки как башни служат. Просто стреляют из пулемёта. Так, там на меня не вторгаются часом? Эй, не стреляй в меня. Так, у меня тут всё спокойно. Угу. Угу. Убили. Будем высаживать десант. Будем высаживать десант. Прямо у врага на бой. Тут какая-то дичь происходит. Ах, воскрасился раньше времени. Зря. А если сделать так? Да, надо пойти в комнату противника и как-то накидать здесь десанта. О, смотрите. Можно высадить целую кучу за 17 с половиной тысяч. Я так и сделаю. Ведро солд... Откуда у них столько танков? Ведро с солдатами. Посмотрим, что это такое. Я не понимаю, откуда столько ресурсов у врага. Это просто нечестно. Высаживаемся. Прямо вот здесь. Ага. Ведро, которое... Я понял, для чего оно нужно. Оно высаживает кучу солдатов. Но как бы без прикрытия строить ведро глупо. Так, я оказался прямо в тылу врага. Ведро наше уничтожено. Мы можем силы противника также неплохо измотать. Вот здесь, вот здесь. Везде высаживаем войска. Может быть задавим даже противника. Он все войска отправил вниз на первый этаж. А мы тут как бы воюем. Бесконечный десант. Да, не пробьемся мы с помощью десанта. Нужны деньги для более серьезных вещей. Может быть даже имеет смысл накопить здесь. О, самолет. Погнали полетаем, пока денег нет. Имеет смысл накопить здесь денег. Давай взлетай уже. И что-то потом придумывать. Например, здесь войска поставить. Мы опять отстаем. Блин. Как коричневый так вырывается вперед. Давайте посмотрим, что вообще снизу происходит. На первом этаже. Ну, как бы... Как бы это он, да? Смотрите, какая у него база взрослая. Эй, меня сбили, да, слегка? Ну, ладно. Я сваливаю. Меня здесь не было. Я типа вообще ошибся. Комнатой как бы. Ну, ладно. Нет, здесь высаживать я ничего не буду. А еще круче было бы наслать на врага много танков. А потом все это добро шлифануть ведерком. А еще и лучше несколькими. И тогда весь второй этаж окажется под нашим контролем. Танки, кстати, рандомно производятся. Что на самом деле меня радует. Походу они производятся вот здесь. У меня есть джип еще. Давайте пока деньги копятся на джипе поездим. Выехали. Попробую выйти еще отсюда. Нам направо, чувак. Нам направо. Поворачивай. Вот сюда. Да нет, туда. Я же поворачиваю направо. Ты... Ууу, тут управление задом наперед. Отлично. Очень странно. Ведет себя машина, когда едешь задом. Ладно. Вот мы... Вот мы в пути. Вот куда едет этот дурной танк? На что он вообще надеется? Там идет супер мех у них. Ну, я попробую его хотя бы чуть-чуть продамажить. И остановить. Ага. Точно. Извините. Хотел его остановить и не дать зайти в мою комнату. Но, как видно, из этого ничего не вышло, к сожалению. Так, что там у них? Там еще мои танки зеленые до сих пор стоят. Какого хрена они стоят без дела? Надо их как-то использовать, что ли? У меня денег много. Скоро будет вторжение. Да не стреляйте в меня. Так. Скоро будет вторжение. Сейчас меня подхилят. Не знаю, как вести. Что делать? Все мои коллекторы стоят, да? Если враг придет сюда... Надо будет как-то отстоять. Свои интересы. Да, они движутся сюда. Очевидно, они двигаются сюда. И этот мех может сильно подпортить мне ситуацию. А вон, у нас же тоже есть мех. У нас тоже есть мех. Ну, то есть, мах на мах. Тут еще плюс танк. Все должно пройти гладко. У них там пехоты, конечно, много. Но это ладно. Я, короче, вторгаюсь к синим. Что-то синие расслабились. Добивают мои танки. Это мне не нравится. Это мне не нравится. Делаем все по-серьезному. Танк, 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 танк. Очень много танков, друзья. Очень много мощных танков. Ну все, это как бы, я думаю, победа. Смотрите, какие серьезные танки. И сколько их. Тут как бы, ну, я не знаю, что синий будет делать в этой ситуации. А когда появятся дополн... Они возвращают войска даже от страха. А когда появятся дополн... Ой-ой-ой-ой-ой. Когда появятся дополнительные финансы, я высажу здесь ведро с солдатами. И эта локация, наконец-таки, будет принадлежать мне. Что творится? Что за ужас творится? Они поставили прямо здесь базу? Какого? Спрашивается хрена. А что они себе позволяют? Не, ну у них экспансия, конечно, серьезная у серых. Они должны вон с коричневыми снизу воевать, а они с серыми ко мне пришли. Жесть. Танк сломали мне. На хрена, спрашивается, ломать было мне танк? Патроны закончились. Черт. Базука, поехали. Бэм. Чуть немного дэмэджа от базуки. Ну, отбили мы атаку. Куда танки едут? Ладно, он помогает отбиться. Хорошо. Что происходит здесь, мне интересно знать. Вроде все довольно сурово. Посмотрите, их база практически уничтожена. О, это нам принадлежит хилка. Хорошо. Осталось. Давайте тут что-нибудь поставим. Осталось, конечно, неплохо было бы сюда ведерко высадить. Ладно, поставлю танк, чтобы они отвлеклись. А сам? А сам за сандалю сюда ведро. Я думаю, они быстро не успеют его уничтожить. По крайней мере, на это надеюсь. Ведро само по себе хп, что ли, теряет? Что-то понять не могу. Не, ведро живо. Долго держалось, но его все равно смогли как-то расстрелять. Совершенно непонятно как. Хочу высадить еще одно ведро. Танки мои что-то какой-то херней занимаются. Надо, короче, приходить и прямо здесь в наглую ставить танки. Это единственный выход. Другого выхода я не вижу. Сейчас кину сюда одно ведро. Куда-нибудь вот позади. Тут они его не заметят и, по идее, не будут сразу расстреливать. Я на это надеюсь сильно. Будут отличены на эту пехоту. Хотя, пока я накоплю на ведро. Ладно, я накоплю на два ведра сразу. Накоплю на два ведра. Так и быть. А потом устрою ад им. С одним и дёрком не получилось, как вы видите. Танки мои все уехали воевать вон туда. Спасибо, танки. Спасибо. Вы молодцы. Вы мне сослужили отличную службу. Я рад. О, у них два танка суперских появилось. Отлично. Как их пробить? Я не могу даже больше коллекторов ставить. Я упираюсь просто в деньги. Ладно, будем стрелять. Хотя бы так. Ну, стреляй же. А, можно атаковать их, когда войска уйдут вниз на первый этаж. Тогда-то мы и застанем их врасплох. Возможно, я даже поставлю три ведра. Это будет эпично, я думаю. Три ведра, друзья. Но три ведра уже там... Делай, что не делай. И как бы все равно они проиграют. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Эй, они башню захватили. Жаль, её уничтожить нельзя. Тут еще танки. Я могу гранаты кидать. Почему я их не бросаю? Я не знаю. Во. Ну, они практически не продамаживают. Ладно. Сколько на три ведра надо денег? Ой-ой-ой. 60 тысяч почти. 50... Две с половиной тысячи, короче. 50-две с половиной тысячи. Хорошо. Деньги почти имеются. Это будет моя последняя попытка изменить ход войны. Либо тут реально нужно сидеть долго на базе и копить деньги. Они ведь не построили мощные танки? Нет, у них на базе ничего нету. Тут мои войска идут в бой. Вон, чувак ходит, ставит всякие штуки интересные. Молодец. Молодец. Без него я бы не справился. Без него я бы, наверное, даже погиб. Денег хватает на три ведра. Денег хватает на три ведра. Вот это я понимаю. Вот сейчас-то начнется настоящее месиво. Первое ведро пошло. Второе ведро высадилось. Я не могу два ведра, три ведра одновременно ставить. Блин, ладно. Это ведро будет уничтожено. Поставлю следующее. Пехота еще останется. Так, ведро уничтожено. Следующее. Ну, это ведро прям быстро уничтожают. Солдаты разлетаются в разные стороны. Кстати, враг может быть уничтожен. По крайней мере, его главная база. В этом большой плюс. Следующее ведро. Ну, это настоящий ад. Синий будет повержен, да. Бэм. Синий уничтожен, друзья. Синий уничтожен. Но его санти-техника продолжает воевать. Следующее ведро. Нет, тут уже не справится. Слишком много пехоты. Негде производить войска. Посмотрите. У них заполонили мои воины. Мои воины бравые, сильные и смелые. Погнали пехотинцам. Мы им посмотрим, что там происходит. Будет поможем им добить синего. И тогда весь второй этаж будет принадлежать нам. Мэмс. Шотганчик пошел. Пушка красная. Смотрите, как она раскалилась. Валить моих зеленых... Куда они бегут, дебилы? Куда вы бегите? Бежите. Ха-ха. Куда вы? Поехавшие. Видимо, они решили... Все. Синий уничтожен, друзья. Миссия на сегодня, я думаю, выполнена. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Если вам понравилась игра и вы хотите видеть больше по ней серий, обязательно можете поставить сюда лайк, подписаться и будем еще играть. Большое спасибо, до новых встреч, удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok